Субтитры делал DimaTorzok 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 который нам покажут кто есть кто кто куда как и почему тадам но тем не менее все равно экстенсив знаете какие то и мажорные парни купили они все таки себе свои любимые по 250 итак ну тут уже вот есть контакт на улице с красным в ангаре но не выходит гарик минус 2 и минус отцов дженнекса сразу же влетает гарикам притом что смотрите там прикольно улице играет французы там сейчас будет 3x 3x пропрыжка в 9 но тут не ожидает игрок час атаки на самом деле что вот два будут принимать и там еще пытается стреляться французам удается плотно разменяться живут судать скрипится в ангаре с бомбой на руках и латер с юбиком вдвоем смотрите сегодня сейчас играет обход если убитого не отконтролирует то все может закончиться полным провалом в принципе слушать злобовика казни цервони и вот теперь дженнекса должен действовать действует он должен принципе незамедлительно будет медно проходить по 9 у него здесь выбор на самом деле от большой знать что один игрок в нуле он знает что один ушел куда то ооо куда то по 9 возможно даже спустился на нижний плент но вот для дат тим вот этот раунд в любом случае уже неприятен дальше просто следует от экстенсив байта а у дат тим потери девайсов просто полная по сути там остался один кольт и все вот может быть фамас еще себя отобьет час вот у латра позиция фронтекс и девятку он не видит и отдается дженнексу куда ты смотришь а латрич ну как ты мог просто посмотреть вниз и не смотреть на девятку когда туда залезал дженнекс ну и убик чё с дробовиком ну все здесь сейчас просто дженнекс должен потащить вот ей богу ну тубик играет на чек с дробаша опять же благо успокаивает меня тот момент что это только начало и убик какая каска какая каска просто сейчас была от убика ну вот латра конечно нужно было внимательно привить но там такой был тайминг так подловили конечно парней и егор маркелов с нами на связи да всем привет сейчас даттим едва едва не отдались экономическому раунду команде экстенсив кстати карту играет нюк по моему сегодня даттим везет попадать на французов и попадать на карту нюк как ты думаешь ну сами дочеркались значит хотели нюк эхэх я вообще вот считаю что карты должны быть по турам в групповом этапе ну не знаю не знаю карты по турам это всегда интересно сам намечается фас через улицу сплит на что ли да это субъекта с учетом мнения не вряд ли они нападут часто просто непросто уже предпробили здесь разок да я не знаю вот сразу забирает по факту как бы пробежку на восьмерку на пункте а а зачем крицей зато сняли и основные игроки защиты по сути уже упали на пункте теперь пристит выбивания обнования будет очень очень сложным вот тубик по тайгу очень повезло мог убирать там больше всего очень красиво в каналах разыграл просто вот сейчас у нас в локал это плач ой 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 неудачная флешка ну тут уже просто серия фрагов за раунд в целом неудачно получил но только флешка но удачно французов зато получился это да не надо там надо выиграть по любому это не жил не а вот призрачный шанс про который мы с тобой опять же говорили да не это не выход из группы даткин вот он как раз таки сейчас наступают не понимаешь они со всеми поборолись ничего никого не выиграли ну да так что надо сейчас стараться кстати маленький хотел спросить что ты думаешь по поводу того что пушки как резиновые валанчики летают но это вообще такая жесть мне меня это бесит я думаю это всех бесит ну да надо бы это завязывать с этим уже вальвам но я думаю они зафиксят эту тему я думаю там да если они хотят дым более менее реалистичную игру сделать но они вроде думают и над этим да конечно вроде бы вроде бы сейчас как привлекать начинают 16 игроков по всяким фишкам и вот будут дорабатывать реалистичность своего ну дай бог дай бог дай бог тоже в это верю ну что смотреть тут уже поделят участку проходить эпик с притом что его там вообще пропустили спокойно идет туда никто его не контрит оставили еще вдобавок но запирать смотри че убег делать спины желанных так как разбивает кабину гмкс а там в общем тема такая что он получился в таком стиле в спину в спину в спину в спину и все друг другу в спину зашли не ну давайте конечно решили здесь но то еще есть митя богданов может быть давай митяк вот это кабинка но прямо сразу здесь конечно прострел зашатали чуть напрягли экономику соперника но я не все плохо но не думаю что все равно нет но я не думаю что чуть там как бы шесть два два девять но двух человек напрягли одного полностью второго чуть чуть и тут шесть два пять три шесть это это значит чуть ток тут даже не чуть чуть тут да тут даже на пол шишечки выражение не подойдет надо было наверно сносить все и сразу они сейчас будет какой то врыв судя по закупу смотри как митя сшибает первую голову врывается в наглую просто в скрипт забирает девайс но тут уже два игрока и первый заходит вот размен надо было давать да убик справился разменял моментально митю четыре в три ситуации улице сейчас спалили на улице спалили эпикса там вышел гарик в очень интересную позицию и он знает прекрасно что одного игрока он скорее всего пропустил но попытается зайти к нему в спину не не пошел там его закрыли походу остается один про него инфу я думаю дали ну да 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 но там должен был слышать гарик то что она слышала позиции повыбирает и тут такой хэдшот от гаррика бешенка в голову залетела три нормальные берут тэка все шансы есть пока еще берут да пока еще будут так вот я надеюсь что у даткин все в порядке там с моральным настроем пока что на матче просто знаешь она как бывает вот первое поражение второе поражение а потом русский фильм начинается да бывает и такое в такие моменты надо понимать что выбрать особо нет надо бороться до последнего прямо до последнего я думаю тебе это знакомо не понаслышке это уж точно у вас было много моментов в вашей эпичной карьере было да но там не то что были данный момент у вас знаешь были вот после после того когда уже выиграли в 2010 чемпионат мира от пьеса кстати у тебя тоже присутствует желание как у старикса подержать босса если заявится по поводу того что он бабки еще не отдает да 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 если есть такое м мудила м но дат кое-что не но на самом деле я тоже не понимаю как такой турнир не может за вы ее судя по слухам там да вот но что по слухам а по новостям люди пишут там старкрафтеры те же да там кейсер бывшие люди снимаются с епс а тут пока вот товарищ цервонит да 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 он творит чудеса при том что салтая тотальная просто делает того что не затворить в группе что то есть пустым заблудился на лестнице не знаете делать бедняга ой бедняга 3 3 там на парни уже с ума сошли понимаешь играть на этом чемпионате раунд один в три отдавать вообще нельзя в их положении ну да да в их положении это точно да вот начало конечно не самое хорошее для дат тим в предпоследних встречи на сегодня есть что то добавить и горка ой да я не знаю даже что тут врываться наверно надо не знаю куда им надо врываться на дискотеку для ха ха в ночной клубе там в бар ресторан может если это я думаю в праге отличные клубы ну в праге отрываться в праге уж точно отличный клуб я не сомневаюсь у них наверно они взяли в рыбом и корал почему бы не продолжит таком же стиле вот смотри они тебя послушали пошли на ноль заказали никого нет отдали полностью улицу там пола дачи улицы и прочитали в принципе проход по 9 на улице 6 а там два звена по два игрока по сути я одно желудок да а ой смотри 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 там час будет подсадка на 9 там час будет подсадка на 9 и митя может ее не зачекать там гарри контроли подсадку дал минус но митя тут вот в такой вот позе как видим упал не совсем успешный удачный ну и апекс занимает девятку контроль за французами конечно будут пытаться а плент уже в преимуществе выбивать опять же преимущество по позициям теперь еще численная да тут доминация полная по численности но и убик такой достал ножик ну ладно парни я пойду засейвать что у тогда бомб бомба заложено так стать к с русский стоит но тут пол по русскому бомба заложена да я что в доте что так данным в сергейский посреди эти переводы это то есть образно ну да тут переводчик не знал что что обычно ложат нет как бы дословно это все правильно да да дословно конечно все правильно но вот просто так никто не глядя вот я сейчас знаешь смотрю и как бы на перевод и считаю что перевод здесь вполне адекватно на самом то деле в этой игре то есть рейсы победили в этом раунде экстенсив что то там сделал что то что то 3 4 в пользу французского коллектива но это второй французский коллектив на пути команды даттим на этом турнире стоит отметить что довольно крепкий ну да довольно крепкий коллектив который напряг в г но здесь знаешь какая то группа б реально бешеный вот если в группе а там были не пыли можно было сказать там есть с этой можно было сказать что группа смерти там для многих да то там не было такого ажиотажа как здесь и здесь реально есть ажиотаж есть движуты здесь просто собрались крепкие среднички а и все это не борется вот именно потом из этих средничков появляются новые не среднички ну да скажем в риф на мил тут готовится в риф да 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 в рвут они инсайд а там просто привет скрип из двух девайсов там еще третий ой там афикс отшил вообще вот тубик уработал первого но его сразу как видим забирает энджайон и это это 5-3 да это 5-3 печальные пока что расклады по моему ну да сейчас взяли пистолетку одновременно и анти эко все печально смотрится для дат конечно но стоит им наверно подумать задуматься чуть чуть на своей игрой как то все поменять но пока ребята перестреливают могут так стоит заметил почему вере на перестреливание не уступала но тут было много моментов например там в той же пистолетке когда сыграли криво позиции не сдержали тоже вот тупый хатап под раскид какой уже делали вот латтер тупо сейчас не успел как бы перекрыть первого закрыл его со второго раза не дожал по второму апекс там красный как-то отыгрался от латтера еле-еле ситуация 3 в 4 но есть красный апекс врыв отмит от дмитрия богданова отлично вреет еще белого отлично выбили просто великолепно но тут еще есть огромная проблема остался товарищ суврони и остался маньяк который вдвоем заманцевали гарика и добили его в конце концов опять вот суврони с этой каналки вылез и убрал его вентиль вентиль я даже не знаю маркелов какой то это целом какой то прицел расскажи мне поставишь вот эту точечку в прицелях почему да мешает мешает он а ты играл вообще с дефолтным самым прицелом хаааа космический да вот этот космический прицел там не знаю там хвалы там тестил разные прицелы там имплейки Базука была, но не в компетене, а в моде. А ты поюзал вообще? Ну, как фанган, там, на ДМах. Нет, я сам и не юзал, но видел, как люди отлетают просто от ракеты в голову. Просто жесть, конт. Потому что БТР добавили. И было бы прикольно. Ну смотри, здесь что-то пытаются на экораунде. Вот, да, Тим борется только на экораундах, как я понял. На девайсе они, по-моему, забивают. Ты знаешь, там, БТР неправильная расстановка приоритетов. Но сейчас тут есть один бонус, посмотри, заходит латра в ноль. Такой идет себе, идет, 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 слышит стяжку в радио. Ну вот надо делать стрейф, и все, теперь поздно. Будет забирать девайс. К тому же выход на рампу. От экстенсии. Длинного будет играть, в принципе, неплохо. Ну да, только не оба с пистолетами. И убик сейчас, по-моему, сразу отхватит. Нет, убик смотри, сместился как сотый минус. О-о-о-о. Вот убика второго сейчас могут не ожидать. А да-да-да-да, ну вот красные-то отдались, ну давай посмотрим. Бомба ставится, слышит это. Убик, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все, теперь уже не взять этот раун будет. Да, тут граната пошла, флэш пошла, дым пошел. Пытается убить там попасть в плент, но уже слишком поздно. Знает, что он за бочкой разбил еще окно. Вот были еще шансы здесь постреляться, но после разбитого окна уже все понятно. Эх, ну и 6-3. 7-3, 7-3. Медленно, но уверенно даты идут на дно. По-моему, расстроены. Ну, переломили. Просто поломали. Да, но я был очень вообще уверен в победе над Кик. Так все хорошо складывалось, и парни их просто перебороли. В атаке не показали ничего особенного. Просто в защите переиграли по всем фронтам. Я вот сразу вспоминаю команду United. Не знаю почему. Наверное, потому что я сегодня смотрю 8-й нюк подряд. Или там какой-то подряд точно. Ну, в общем, сколько мы сегодня нюков посмотрели, но их было много. Да, многие любят эту карту. Ну, удобная, что ж. Особенно поляки на DreamHack очень любили эту карту. Мы тренировали нюк, и там такая серия поражений жесткая. Влетают ребята. Проиграли, как будто Кодилей. Смотри, смотри, Митя здесь сейчас пытается разваливать парней. Ну, вот один минус дал. Он дал пройти по 9, уже бонус. Снизу, в принципе, контролится ситуация. Ну, это сплит на нижний плент. А нет, видишь, они возвращаются на А вроде. Так, да, пошли на 0, смотри, отбивать. И Латра этого может не ждать. Но он не врывается, смотри, не занимает 0. Понимает, что, возможно, здесь играется отход. Оп, выход с будочки. Увидел первого. Нахелил вообще до чертиков парня. И тут... Ой, тут мейн, скрип, жара. Все, бомба падает. Отлично, осталось играть только против мейна. Приходит хелпа. Это хуй, сейчас будет минус мейн. Ах, и не зашло, не заехало. Но есть еще на улице товарищ Убик. И Убик здесь зажимает плотно. Цервоне. Отдается маньяк. Сгоре пополам берут раунд. Ну да. Самое главное, что берут. Здесь уже не важно, с горем, не с горем. Главное взять. Но что-то мне подсказывает, что здесь... Вот экстенсив доминирует вот так вот в атаке. Они сейчас показывают реально свое превосходство. Ну, по стрельбе как минимум. Да и тактически. Ну да. Там выход на а у них прикольный. При том, что они... Там из трех раз два выходят стопроцентно. А дальше уже идет размена. И вот после размена... Главное, что выходят. Ну вот снова пытается раунд это делать. Но на этот раз, по-моему, с фейком. Давай посмотрим. Сейчас будет открываться на Убика. И первый выброс на Убика. Сразу каска. Убик шатает первого, второго. Но... Оставляет пол-хп, но... Да, но... Дал пройти. Тут еще смотри, смотри, смотри. Сейчас Апекс убьет длинное метро. Ой-ой-ой, избирает ВП в исполнении. Митти. И... По факту контроль опять за атакой. Вот. Четких позиций. Цербони минус. Еще один минус. Ой-ой, застал в располог. Зашел в спину. Ну, а не французы. Ну, и плюс, по-моему, даты первого раза с экстенсива. Кстати, вот у Дат, знаешь, какая проблема была в праках? Вот у них первое время, когда был в составе Вовкин, Вовкин со всеми договаривался. О, Вовкин, я тебя знаю. Типа, да. Давай поиграем. Вот. А когда Вовкин ушел из Дат, парни не могли себе найти прак. Они просто там писали, знаешь, парням. Давайте сыграем им пишут, что вы кто-то такие. Вот. Беда. Ну, беда. Ну, там... Сейчас очень много команд играют. Довольно легко найти прак. Ну, да, тем более дисциплина как бы новая. Ну, да, желающих и играющих много. Притом, что, знаете... На граняк можно в матчмейкинг зайти. Не, матчмейкинг это все. Проиграть обычные карты. Я не знаю, я поиграл обычные карты. С дырком там. Там дырмок и все такое. Там, знаешь, короче, это какой прикол, как там играет буржуи в основном. Там, типа, сама игра, там в ней ставишь помощь в игре, да, и тебе сама игра подсказывает, что делать. Как подойти к тиммейту, что с ним сделать, как бы дать кинуть флешку, все такое. Да, покупаешь авик, там, нажмите правую кнопку мыши, чтобы выключить зум. Не, ну, там такого нету, там уже более вот тактический расклад. Типа, следуйте за парнем, у которого бомба, отойдите туда, прикрывайте вот этого тиммейта сейчас. Там вот такой момент. Вот, я обычно как играю в матчмейкинг, я, короче, беру в первом раунде две флешки и ну, отцентер, ну, дайсно. Ну, я кроме додаста Инферно не играю его. Потому что все остальное одно. Смотри, сейчас будет выход, либо стяжка на рамп. Вот, стяжку на рамп напоминает. А там, там два типа. Готовы. Готовы, при том, что убит на чеке, и есть еще вдобавок ко всему Митя. Там зажал Юбик нормально. Опс, минус, отмите, хорошая голова. И красного надо добивать Дмитрию, Дмитрий убивает. Выкинул с перепугу все свои девайсы. Да, забрал калаш, калаш дальний. Ну, вот знает, что в радио есть чувак. И вместе с Субиком они его, в принципе, задавили. 8-5. Ну, какой-то отчаянный шаг предприняли французы. Просто выход без ничего на рамп. С расчетом, что там будет один тип, наверное, не знаю. Ну, да, они же типа там качали улицу, качали А. Ну, скорее их там качали, потому что там этот Апекс уже красный был. До выхода на рамп. Ну, я тоже вот соглашусь, наверное, с тем, что лучше было бы выйти попытаться на... Там была бы жесткая заработка. Это была бы какая-то идея, а то просто так идти на стрельбу без гранат, рампы. Ну, Егорка, это французы. Ну, да, может быть. Французы, они такие. Эти парни играют там против Веригейм, сидят счастливые, и у них весь Counter-Strike. Так, включается в том... Выдем, убьем, убьем, убьем. Так, с... Минус от Апекса. Забирают сайзер, при том, что прострелом был при Апекс. Опять же, вот еще по АЛЛАТРА попали. Просто АЛЛАТРА дали хоть что-то через текстуры. Он был на АПЛОНИТЕ. Так, а где же тут у нас развалили? Так, а где АПЕКС прострелил первое, я не понимаю, на 9-ое? Он не прострелил, там, за красным стрелялся с ручкой. А, все, вот он, вот этот лежит у нас друг. А я думал, он его прострелил, просто он так, знаешь, простреливал ярый этот угол на фронтексе, что я было поверил, как будто это. То оно самое магическое свойство карты Дынюк. Ситуация 4 в 3. Смотри, у Гаррика какой интересный расклад. Да. Опачки, минус 0, флешка, дым, 0, уходит обратно. Ну вот здесь его сразу закрывает ГАЭН и... Печалька. Флешка от Мити. Вот Эдик также давал флешку, только она у него сбилась в угол, а потом под него падала. Опа, убил ставящего бомбу. Вот это уже называется... Повезло, повезло. Не, ну, должно же где-то повезти команде Даттим правильно, ну, как не здесь. Опа, 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 убейка. Отлично сыграл, все, ласту скрип. Ну, сейчас посмотрим, как они вдвоем с ним сыграют. Ой-ой-ой, позволил он Цервоне прорваться. Он не успеет поставить. Да, забирает девайс и сматывается на сейф к себе, на крышу. Он будет 9 сейчас простреливать. Ну, Митя спрятался и по нему попал прострелом. Ой-ой-ой. 8-6. Мне один раз попали прострелом в голову. Знаешь, где я был? Где я? На внешнем. На внешнем парапете, а у меня с крыши. А где примерно был на внешнем парапете? Ну, на середине где-то. На середине, вот здесь. Я просто с крыши прострелились. Я был очень удивлен. Вот прикол нормальный. Не, ну весело. Весело ты играешь в CSGO. Да. Всякое бывает. Смотри, тут какой адаптный интересный шаг. О, там такая... Вот так можно было сейчас принять будку с жесткой. Ну, вот практически все получается. Смотрим на Латра. Латра пытается раздавать изо всех сил на отходе. Ловит немножко по голове. Должен он здесь закрыть выход с будки, как минимум. Вот Гренка пошла. И последний фраг за Олбиком. 8-7 все-таки смогли сыграть Датим. Но опять же, за защиту как-то не уверенно. Не знаю. Вот Митя 12. Ну, вот первый раз в плюсе вроде Митя играет, да? Первая игра, когда он в плюс жесткий вышел. Да нет, он до этого на какой-то карте... А, за дефенс. Против... На Дести 2, короче. Против Кик был на втором месте. По статистике. В первой половине. Во второй не факт. Эх. Эх. Ну что, рестарт, вторая половина. Не так все плохо. Ну, да, не так все плохо. Проигрывали 7-2, если не ошибаюсь. Вот, точнее, 7-3. Ну, давай посмотрим. Ой, у экстенсива там что-то интересное. Посмотри, они на одного маньяка в улицу играют. Укрепляют А, при том, что 8-9 проходит. Восьмерка остается. Проходит парень на фронт. Вот, кстати, посмотри, куда маньяк ушел. В каналку. И ждет сейчас выхода вилки. Я что-то не понял вообще, что тут французы такое затеяли по расстановке. Надают рампы. Будет выбивать. Сделали упорно А. Вот они тут больше пытаются угадать, я мху. Они думают, что сейчас будет прямолинейная русская атака. Ну, смотри, пошли на рамп, вышли, открылись. А тут все пусто. Ура! И с криками ура! И вот с флагом России рвутся сейчас ребята на нижний плент. Сразу же переворачивают маньяка. Посмотри, посмотри, посмотри! Экстенсив заходит в спину. Вилка и пуш! Пошел! Минус от червони есть. Ой, да, Тим. Ну, вот Тубик спасает ситуацию. Закрывает спину, но перекрестный огонь. Экстенсив здесь решает. Не успевает подойти здесь, захелпить Сайзет, ему бы надо уже вот выйти и начать раздавать, но он остается в коридоре. Последний, по нему попадает, бомба лежит один на один. Ну, вот Ангайен сейчас его может закрыть. Ой-ой-ой. Смотри, снес кабину Сайзет в 44 оставил. Ну, вот там еще хаесечка. Ну, хаесечка. Не попадает, слава богу. Шанс еще есть. Вот Сайзет сейчас ждет. Он правильно все делает, уходит на А. Ну, он сейчас пойдет обратно, смотри. Не-не-не, он сейчас вылезет на А. Будет ставить бомбу. Не-не-не, это понятно, что пойдет на А. Оп, вылез, пошел ставить бомбу. Ну, и что будет делать Гаен? Ну, Гаен, смотри, идет через канал. Сейзет его ждет. Да-да-да, тоже с вентиля. Ну, Гаен здесь прыгает и все очевидно. Все, его видит Сайзет. Осталось только добить пристрелку. И вот эта пачка, как так? Что ты тролируешь? Это неприятно. Да-да-да. Это такой троллинг просто жирный со стороны французской команды, что я бы просто сейчас встал и ушел. Дрогнула рука молодого бойца. Ты, между прочим, вроде первый международный лан для Сейзета. Это, я думаю, не только для него. Да, там, ну вот не знаю, там по поводу Убика. Но для Мити он точно не первый. Ну, да. Мити опытный, опытный. Боец. Да, ну это, конечно, печально. Ну, это очень печально, я бы даже сказал. Сиз даже скупился с перепугом, когда у него команда ЭК. Смотри, сейчас Апикс закроет. Мега великолепный скрип. АК просто вот здесь, да. АКМ-чик ему скинули. Будет слоу-рамп пытаться выходить. Ну, слушай, он еще с первым арамором как-то здесь такое. Я не думаю, что он сможет здесь реализовать свой АКМ. Ну да, там еще принимают под флешки. Рампы. Ну, посмотрим. Сейчас все соберутся. Я думаю, должен первый идти не он, а там какой-нибудь хуч. Ну да, первый выходит на размен. Девайс разменивает и уже дальше решает. То есть там даже можно первых двоих выпустить, потом только сыграть АТАК. Ну, посмотри, выходит первый сейзет. И под флеш его сейчас должны чекать. Он стоит на позиции. Глоки страдают. Калаши и минус от сайза, да? Вот под девяткой надо сейчас еще качнуть парня. Не удается это сделать. В спину пропустили аркаду. Бомба упала. Радиоизолированно приходит. Господи девятки защиты. Ну и все. Батки им просто здесь развалились. Просто. Ай-яй-яй. Сайзет еще пытается покрутиться, что-то поделать. Но тут уже 10-7. Да. Не, ну и после такой пистолетки, конечно, здесь явно просела мораль команды. Ну, в любом случае, не все потеряно еще. Да. Сейчас закупка. Могут. Беру траунд там эко и начинается. Тащилово. Тащилово, месилово. А я пока что рисую красные кружочки на карте. С ума схожу. Вот тут готовится к раскиду, ну а. Тут вот готовится сейчас Апекс это дело по ходу принимать. Вот что я могу сказать. Ждет скрип. А, у него, я понял, у него сверху тиммейт сидит, а вот дым над будкой зачем кладут? Вот прямо на бульсу. Короче, там целая история. Я так понимаю, этот дым просеивается вниз будки, ну и типа там, короче, стрёмно. Ну, хреново видно, выходя из бульс. А, ну это жесть вообще просто. Ну смотри, что делают дат. Открывают, а, качают кабины экстенсив. Команде остается маньяк, 1-2 у скрипа. И открывается на два девайса, сразу его просто здесь уничтожает. Только что можно какие гадости наделать. Ну да, да. Но он там неплохо вжал, на самом деле. Чуть-чуть был. Он ошибочно поменял девайс на АКМ. Мог сразу вот с Фомаса, как убил, сразу перевестись на плент, дать еще минус. Но почему-то решил забирать АК. И потерял там драгоценную секунду, когда типы стояли спиной и не знали, откуда он был. Но нам же лучше. Экараунд для француза. Экараунды, конечно, в этой игре такие опасные. Ну да, да, я вот это тоже заметил еще с самого начала. Особенно, если кто-то возьмет дигл и попадет. Он там Цеврония взял дигл. Смотри, что Апекс творит. Просто пошел на внешний, сразу там решил разыграть с гранаты за красный. И три игрока на поджиме снизу. Сейчас будет просто минус улица. Вот смотри сейчас. Опс! Минус от Апекса. Прокачал Сайза. Да Сайза сейчас, наверное, вообще не понимает, просто как это французский тип его смог здесь забрать. Смотри, почему они выходят такие на улицу втроем за красный. Ой, да, ой, французы. Это жесть. Но тут хотя бы Гарик дождался. Терпения хватило. И сейчас они с Митей должны выбить, в принципе, этот наглый караунд. Там еще маньяк закрысил. Да-да-да-да-да, маньяк закрысил, но я думаю, его прочекают, как минимум. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В кабину получил. А зато Апекс сейчас пойдет в спину. С Калилом, С Калилом. Ты посмотри, а так... Снизу уже выжидают. Да-да-да, там уже цервония есть. Оп, развернулись, развернулись, даты не пошли вниз, пошли в минус. Не выйти вниз, выйти на Ап. Тут уже, знаешь, тут уже импровизация пошла от датов. Ну вот, отлично. Ну и последних игроков Defensa тут должны, в принципе, с проблем забрать. Отдался. NGN остался. Я думаю, этот парень без боя не издастся. Сразу дядю Митю просто выцепил. Это может еще не конец. А, нет. Да, нет, 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 тут с двух сторон уже его запирают. Пора бы отъехать этой гиганомодельке. Это жесть. это же все конечно очень сильно переживать буду задать им в последней игре в этой игре надеюсь что они хотя бы выиграть ее а не факт что им поможет победа в последней игре если они проиграть эту ну да да это это я тоже уже понимаю но я хочу чтобы нету просто выиграли все и дальше уже не важно хоть одну победу датки я сегодня увижу хотя бы одну это было бы прикольно так ну смотри здесь четко не заходит играет от длинного сейчас будет подпушивать улицу там будут пытаться митю забрать вот митя такой ушел 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 с улицы не стал стреляться а там еще на внешнем один под гранаты не нене они рам пойдут рам пойдут это фейк и смотри сайз открывается сейчас гарик там вообще на заблудился в этом дыму не знаю что он там делает в итоге нормально убили под девятью осталось только вилку гарик просто бегает и не понимает как это очисток смотри смотри занимает а там смейн выходит игрок защиты и он увидит а хэппи экс минус 2 в 3 численное преимущество за французами брус пытается дать латре минус мейн сразу разменялись девятки и опасная ситуация на пленте но ее не выдерживает сейзет просто ловит в банку жилья есть да вот это шестоково значит такие игры на ночь мне смотреть вредно если бы я был президентом россии я бы сейчас запретил кс го смотреть всем из россии просто ребята не смотрят как то складывается ну серьезно вот бабки еще на динбай есть гранатами не густо ну опять же вот смотрите сейчас открыл митя очень хорошо сыграл в будке быстро но выходить они уже на не смогут хотя видимо не готовят а будут час еще с улицы что я думаю не что просто одно отразмена сыграет смотри там аркада по улице пошла от нгаена и он сейчас может в принципе вполне митю выцепить кто то 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 вот это да вот это да дядя митя дядя митя это шесть привет бомба привет второй привет третий дядя митя да как так я смотрел улицу ребята ей богу не было его он по любому это это успех это успех инге реально это успех я не знаю что сейчас будет делать дядя митя но вес не топнет но он не топает смотри он интересно кабину слева аааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!! ну это просто феерический жесть феерический облом это не фарт ты видел вообще как он прошел на улице это сейчас для зрителей на трансляции просто заснял прямо детально это это массы этот момент просто массы и друзья я не знаю ну просто чувак прошел в ноль его не заметил митинге что нельзя собраться три ключевые кабины после такого как бы уже команда играть если после такого команда собирается то у них нереальная нереальной плотности стальные яйца как бы но так как это первый опыт команды даткин на международном турнире я бы не стал здесь ставить аску собранность но все равно я считаю что датким выступили очень достойно на этом чемпионате если не ошибаюсь чувака издал там чувачок и издал походу да это уже неважно тут уже 13 9 как бы последний бай пошел при том что там грана ну гранат хотя бы купили вот тут раскидку если сейчас используют уже будет неплохо как показывает практика раскидки не факт что не надо не получали с них выходы на а точно а тут поджим слева с рампов три типа так надо как то сносить на них смотри заходят в ноль вообще на морозе ведут активную перестрелку евро со скрипа а там спрей и со скрипом исправляется гарик но там еще на пленте остались игроки защиты плюс нуля посмотри нгн бегает как хочет смотри что нгн сделал нгн уже улицу контрит это инфа алатра прошел на нижний плент и он там не один он вместе с митей я не буду там составить бомбу 2 в 3 вот митя важен вот митя сейчас забирает первого пытается разыграть сейчас против латтера вот латтера надо выжить любой ценой на точке просто потому что митя на себя потом примет весь демейдж и возьмет роль ключевого игрока в раунде и в принципе так и происходит латтер не умирает и митя на себя неплохо отвлекает внимание французы пока немножко растеряны будет попытка сейчас выйти на деф вот беда у латтера в том что он как бы в позиции закрыты посмотрят открывается на плане начинает стреляться его забирает вот надо было подождать вот митю здесь просто червоник закрыл вообще визе ну и 14-9 митя это просто он я не знаю как как у него могла рука так дрогнуть но просто слепого типа не убил там с третьего раза три раза выходил и тип был то спиной то полубоком то еще как то и митя его просто не убил да это жесть эх эх ну может поправиться как то ситуация не знаю ну по моему вот мини мифические надежды на выход команды даттима с группы четвертого места тает на глазах ммм да ммм дам 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 вот хотя я признаюсь честно я не ожидал ни большего ни меньшего просто не знал чего ожидать от поступления команды тут но надеялся что все таки будет попозитивнее все ммм ты как думаешь я тоже ожидал что ну еще глядя на их группу то есть ммм только один явный фаворит ну ты посмотри какая какая шара просто нгн маньяк о май гад а да один сжим 15-9 нет денег у даттима но это че это это гг это гг их просто такие два раунда ну ну реально не везет ребятам просто не везет ну вот сейчас наверное игрок немецкой команды трабли из маус спорт сидит и насмехается над командой даттима ну вот они на лане не без воруды где так и чё то выиграть не могут хехехех хех ну там там знаешь как его вот этот трабли троллил эту команду даттима просто беда вот у меня был не еди не слышь не немцы это просто вообще жесть они типа почему While the Dead не едит на лане ему объясняют ситуацию то что как бы ну в России есть такая штучка как загран паспорт он такое типа паспорт у вас не выдают в России паспорт хехе то есть он не догнал что из за гран есть простой и valores тот вопрос не успел сделать Смотри, смотри, Митя... Не, все, это, короче, Митю сожгли. Митю сожгли, потушили, короче, все. Просто за больное. Просто за больное Дмитрия задели. Вот это месть за сцену Нистар Сеуля. Да. Ну что, французы сейчас возьмут свой последний 16-й раунд, я думаю. Я думаю, вообще без проблем особых. Ну, надо хоть, не знаю, да, там надо хотя бы на этом турнире поугарать сейчас будет. Хоть что-то сделать прикольное вот в этом раунде. Да они уже много чего прикольного сделали, а это введите. Смотри, снижай, идут по 9, сейчас вот смертная казнь будет от GMX. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, вот это Гарик прокачался. Ну и выход на девятку, тут контрит с Апексом, Апекс, в принципе, тут нормально забирает. Спрей в 9, Убик последний, ГГ пишет Латра. И... Убик, минус будка, пытается тащить 1 в 3. Ну, времени мало, поджимает время. Да, 15 секунд, но у него есть бомба на руках, он мог, в принципе, здесь упасть. Посмотри, 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 двое из под девятки, бомба ставится. Посмотри, смотри, резать его будет, резать его будет маньяк. Ай-яй-яй, не дали зарезать, Дэвбомба, ну вообще глупо умер, конечно, Убик в конце. Ну и счет становится 16-9 в пользу команды Extensive. Экстенсив, извиняюсь. Ну и печально, конечно, не знаю, по-моему, они уже никак не выйдут, даже если выиграют последнюю игру, с кем они там остались. С Guardian Team? Да, но я уже ее смотреть не буду, потому что я примерно представляю, что там будет. Ну да. Да, ну... Ну, жаль пацанов, я все равно буду смотреть. Будешь смотреть за встречей? Да, посмотрим, как она там. Ну хорошо, ну а я вот... Ну все, давай, покидавай. Давай. Итак, ну что, друзья, сегодня в рамках Майн Спортс Фестиваль Counter-Strike Global Offensive с вами смотрели Слэм и Егор Маркелов. Я к вам вернусь завтра. Подробности и подробности по расписанию ищите на странице vk.com.sl4mtv. Вот здесь вот, в принципе, вы можете подписаться на странице, где будет опубликовано расписание. Оно будет опубликовано сегодня вечером. Все видео вы можете найти на канале youtube.com.slash.sltv. Они пока на сайте не появились, но появились уже на YouTube-канале. И появится сейчас запись также этого матча. Ну, завтра я буду один. Возможно, кого-то приглашу из игроков, кто сможет. Возможно, даже Маркелова. Если у него получится, ну, настаивать я не буду на этом. Ну, команде Dat Team, что можно пожелать успехов, удачи. На самом деле, они, я считаю, сыграли более чем достойно. Ну, как более чем достойно? Они сыграли, они сейчас будут думать, что они сыграли как мясо. Но и МХО, я считаю, что они сыграли нормально, абсолютно. Это первый международный турнир для этой команды. Тем более, они поехали туда со Стендином в лице Дмитрия Богданова. Пожелаем удачи команде Dat. Последний матч мы против MyDGB смотреть не будем. Но если они там каким-то чудом выйдут с группы, то я буду только счастлив, только рад наблюдать их плей-офф. Надеюсь, что они попадут на команду Z Nation. Все, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра, ориентировочно с утра. Ждите, опять же, расписание на csgo.starluder.tv в репортаже. И, разумеется, на моей странице официальный vk.com.slashsl4mtv. Ну и пишите в Твиттере. Домен такой же. Все, увидимся с вами завтра. Продолжение следует...